Музыка Привет! Сегодня я покажу вам, как быстро и легко окрасить сразу большое количество шариков. В данном случае я показываю мастичные бусинки. Окрашивать я буду кандурином. Главная проблема в основном состоит в том, что при окраске каждой бусинки ее приходится брать руками, из-за чего остаются отпечатки или разводы. Для того, чтобы этого избежать, все бусинки поместите в чашку. Для наглядности я сделала как большие бусинки, так и очень-очень маленькие, которые сложно окрашивать руками. И добавляя большой мягкой кисточкой в эту чашку кандурин, мы вот такими движениями окрашиваем все шарики. Таким образом мы сразу окрашиваем большое количество шариков, самого разного размера, от больших бусинок до самых милипусеньких, а самое главное, обеспечиваем равномерность покрытия красящего состава. Нет никаких ни отпечатков, ни разводов, и по мере добавления красителя бусинки окрашиваются интенсивней, ввиду чего мы можем регулировать степень их окрашенности. Здесь я специально окрашиваю белые бусинки зеленым кандурином, чтобы вы могли видеть результат равномерного окрашивания. Конечно же, в своей чистовой работе я рекомендую вам применять мастику того цвета, что и цвета кандурина или красящей пудры. Так, конечное изделие будет гораздо интенсивнее и насыщеннее по цвету, но если ваша задумка оставить лишь цветной налет, то сгодится и белая основа. И как видите, достаточно быстро я окрасила вот такое количество бусинок. На белом цвете они выглядят вот таким вот образом. И как вы видите, никаких разводов, подтеков или чего-то еще постороннего. Кроме того, белая поверхность бусинок закрылась, образовав ровное цветное покрытие. Равномерно окрасились даже самые-самые маленькие бусинки. Итак, я показала вам самую простую технику быстрого окрашивания бусинок. Окрашивать я рекомендую таким образом только что сделанные бусинки, пока их поверхность свежая и еще липковатая. Я настоятельно не рекомендую во время такого припудривания сбрызгивать бусинки водой. От этого они станут еще более липкими, а соответственно краситель будет на них распределяться неравномерно. Если вам понравилось мое видео и оказалось для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал на ютубе, а также в группу вконтакте и в одноклассниках. А сегодня на этом все. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова